Всем доброго времени суток и этот эфир посвящен чтению вот этой книжки Советы оптимиста, как пережить ретроградной Меркурии, а также Венеру и Марс Вот, сколько у нас скоро, очень скоро Приветствую Так, похоже, тема ретроградной Венеры все-таки людям интересна Я чуть не ожидала, что сразу люди будут этой теме как-то уделять внимание Надо же, ничего себе, три человека Я думала, что так, пока начну, вот, ладно, значит начинаем Вот, добрый вечер 19 числа в 13.33 по Москве Венера начнет свое ретроградное шествие И она будет в Козероге Западная с ведической в этом плане не совпадают относительно знака, где она может находиться Хотя 2 градуса в ведической, это значит, что она достаточно сильная Плюс 24 примерно градуса, 23 Получается, что в западной она тоже в Козероге Вот, но буквально через неделю или две она перейдет обратно в Стрельца Вот, и пока она находится в Козероге Это значит, что она находится в созвездии Утарышатха Которая в целом очень благоприятна для любого вида деятельности Вообще, что такое ретроградная Венера? Ретроградная Венера – это Венера, которая может быть очень сильной И если понаблюдать за людьми, у которых в натальной карте Венера ретроградная Я вообще поняла, что людей можно определить Если они выглядят очень-очень-очень необычно, то они 100% ретроградная Венера У меня это совпало несколько раз Например, товарищ Джигурда – очень сильно необычная личность Или Алена Швец То есть человек, который своим внешним видом это в любом случае будет показывать Еще есть один астролог, у которого ретроградная Венера И у него тоже достаточно необычный внешний вид И манера повествования В целом это очень люди с каким-то необычным подходом, творческие Я даже не знаю, был бы какой-нибудь пример интересный Если у человека ретроградного Венера, и он не занимается творчеством Ну, творчеством, может быть, еще связано с сексуальной сферой Ну, вот, я не знаю, какие еще можно примеры привести То есть таких людей может быть даже и немного Ну, вот, например, все, кто будет рожден в период с 19 декабря по, по-моему, там чуть ли не февраль получается Вот, то есть, в принципе, можно сейчас уже чувствовать, что она достаточно буксует И некоторые люди начинают проявлять какую-то критичность к людям Вот, итак, что нам говорит эта книжка? Венера, планета отношений Качество, за которое отвечает Венера Неформальное общение, романтические чувства, стабильность, партнерские отношения, достаток, самооценка Чувство собственного достоинства Стихи Венеры, земля и воздух Ну, это соотносится со знаками, которыми она управляет Весы – это у нас воздушная стихия И телец – это у нас земля Знак тельца, он, в принципе, олицетворяет какие-то темы роскоши, материального характера А знак весов – партнерские отношения Знаки телец и весы Дары ретроградной Венеры Высокая социальная осведомленность Социальная осведомленность представляет собой знания основных норм поведения, которые приняты в какой-либо конкретной сфере Готовность личности – быстро освоить новые социальные стандарты Умение ставить себя на место другого человека А также умение подобающим образом отреагировать на тот или иной поступок Ретроградная Венера То есть ничего плохого, вот так вот, по сути, нет Новый взгляд на изобилие Продолжительность ретроградной Венеры – 6 недель Ну, то есть 19 декабря – это получится у нас воскресенье Мы можем отсчитать 6 недель Можно даже проверить, правда, это будет 6 недель или плюс-минус Раз неделя, два, три, четыре, пять, шесть Так, вот, минус день, минус день Нет, не ровно 6 недель, а 28 января Плюс час, 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 час Так, час, час, час Когда же она закончится? Она, кстати говоря, поменяет или не поменяет? Нет, она не будет менять на кшатру И закончит она свое шествие в стрельце Так, когда она это сделает-то Что-то я кручу Верчу Плюс час Еще плюс час Вот, 29 января в 12.33 Венера уже не будет ретроградной Но это будет уже конец января Вот, то есть Новый год Он, в принципе, вот этой вот темой В принципе, в политике даже можно тоже Вот этот момент Это никому не помахало Сразу начали как-то бодренько Так, прежде чем заняться Венерой в ретроградной фазе Можно познакомиться с ее поведением в период директности Всех нас Венера побуждает к созданию надежных и плодотворных партнерских отношений Они редко к поиску родственной души второй половинки Надежный спутник делает жизнь приятнее Если это вас не интересует, Венера подвигнет к поискам преданного друга Наличие верного помощника или двух превращает попытку сделать жизнь осмысленной и полноценной В последовательную реализацию мечты Венеры не верят, что вы должны быть одиноким волком и жить в социальном вакууме Такое состояние совершенно чуждо этой вселенской титаниде отношений Пребывать в обществе других и вибрировать внутренним стремлением найти единомышленников Вот что характерно для венерианского мира В древнеримской мифологии Венера богиня любви и красоты Ее и ассоциируют с красотой, сексом, плодовитостью и процветанием Древние греки звали ее Афродитой Пока мы, очарованные яркостью Венеры в небе, восхищаемся ее красотой Эта любимица мироздания направит вас и научит, как проявлять любовь и привязанность к другим Ее любовный напиток поможет вам установить эмоциональную близость с другими Умение наслаждаться прелестями жизни Еще одно свойство Венеры Сюда относятся удовольствие вкусно поесть, посмотреть хороший фильм, потанцевать и прочие виды развлечений В конце концов, это планета, призывающая вас посвятить время тому, чтобы побаловать себя отдыхом и расслаблением Правда, если довести это стремление до крайности, вас обвинят в плене, пустой трате времени и излишней самоуверенности Так что, вняв здравому смыслу, стоит определить для себя, как далеко может заходить, следуя этому принципу удовольствия Ведь заслуженный отдых никто не будет вас за него критиковать Верно? В астрологии Венера является управителем двух знаков зодиака Тельца – земля и весов – воздух Именно связь с тельцом толкает искать стабильности Это может выражаться в желании прочно укорениться в каком-то сообществе Или иметь достаточный денег для оплаты всех своих счетов Частью венерианской программы является и уверенность в том, что вы построили прочные отношения И такую повседневную жизнь, на которую можете рассчитывать хоть в бурю, хоть в ясную погоду А вот на поиске родственной души вас толкает связь Венеры с весами Именно проявление духа весов, их вечные колебания и вечное стремление к равновесию Толкают вас на поиски людей, у которых были бы те же ценности и та же потребность в общественной жизни, что и у вас Заложенное природой стремление поделиться своей жизнью с сердечным другом исходит именно от этой стороны Венеры И обе они важны для поиска счастья Если вы никак не можете решиться всерьез, связать с кем-то свою жизнь Без конца откладывайте такое решение, а то и вовсе желаете отойти в сторону Венера не осудит Эта небесная сваха скорее притормозит вас, но найдет того, кто будет относиться к вам как к равному Она гармонично сосчитает ваши собственные потребности с интересами друзей, возлюбленных или родственников, что является особым посланием от Венеры Вы не обретете счастья, если будете постоянно жертвовать собственными целями в угоду другим Но людям не понравится и то, что во всех важных решениях вы никому не прислушиваетесь Венера же попытается произвести золотую середину, чтобы укрепить партнерские отношения Умение вести переговоры по сделкам – это еще один подарок от этой неконфликтной планеты, которая плавно скользит высоко над нами Я еще хочу сказать, что в Ведах, в римской, в древнегреческой мифологии Венера – это очень позитивная история про любовь Даже на Кипре есть камень Венеры, ты можешь вокруг него проплыть, и у тебя будет молодость, красота и любовь на год Потом нужно вернуться и снова проплыть вокруг этого камня Если рассматривать дизайн, там Венера рассматривается достаточно жесткая вещь, но она в целом отвечает за ценности Венера с красной стороны отвечает за ценности того, что нам хотелось в детстве, наша потребность И если мы в детстве ее недополучили, то у нас будет определенный затык на партнера, что мы должны это получить от него То есть там разные истории есть, может быть история с тем, что человеку не хватало безопасности в детстве Он все время хотел ходить с родителями за ручку, и поэтому уже когда у него возникают отношения, он ходит за ручку И это будет как такой признак безопасности для него Если человек в детстве хотел получить удовольствие и не получил их в должной мере, он захочет, чтобы партнер его, грубо говоря, веселил, рассмешил и так далее А в ведической истории Венера это шукра И все божества вот этих девяти планет, которые рассматриваются, они представлены мужским полом Несмотря на то, что луна, она как бы женская, да, и Венера как бы тоже олицетворяет женскую энергию И вот этот шукра, он учитель, он учитель демонов Там все делятся на два лагеря, девы и асуры Вот, и этот шукра учит демонов, учит тому, что он дает удовольствие Он дает отношения, он дает все вот такое вот приятное по Венере Если у человека наступает период Венеры, астрологический То у него начинают как бы расти дела в лучшую сторону Все как бы улучшается, и у него много удовольствий И это на самом деле испытание Как он будет себя ощущать в этом Если он будет проявлять все-таки какое-то благостное проявление, то все будет хорошо Но эти удовольствия могут вслужить голову И испытание как раз в этом и заключается Я тебе дам то, что хочу, но что ты будешь с этим делать Вот, то есть это такие, может быть, иногда немножко жесткие уроки Вот Эта небесная странница надеется, что в повседневной жизни мы обретем душевный покой Выбор же может стать источником напряжения Чтобы высказать свои потребности, получить прибавку к зарплате Или как-то донести до возлюбленной и до возлюбленного, что вам действительно от него или от нее нужно Требуется мужество Венера время от времени будет вам нашепствовать, что жизнь и есть серия переговоров Ваши требования не всегда будут удовлетворяться, но вы все-таки имеете право громко заявить, что вам нужно для счастья Взвешиванием вариантов тоже распоряжается Венера И главное уметь принять решение Иногда оба варианта, которые находятся здесь прямо сейчас перед вами, кажутся удачными Сделать окончательный выбор может быть полезно Чувство обновления и освобождения принесет движение вперед Мир восстановлен Жизнь стабилизирована до тех пор, пока не придет время принимать следующие серьезные решения Еще одна венерианская тема – собственность Чем вам нужно владеть, чтобы обрести личное удовлетворение? Этот важный вопрос возникает, когда Венера пробуждает вас, жажда успеху Собственность дает ощущение личной силы, а вот богатство скрывает ловушку иллюзий Вы умножаете богатство, чтобы создать больше возможностей и открыть больше дверей для себя или тех, о ком заботитесь Если там приобретать то, что может предложить мир, будет интересно и волнующе Если же накапливая и живя только для того, чтобы стать еще богаче, вы начинаете тормозить свое развитие Это может привести к несчастью Секрет в том, чтобы тщеславие и богатство не вывели вашу жизнь из равновесия Вы наверняка слышали поговорку «Жизнь не всегда справедлива» Про любом удобном случае Венера тут же вмешивается, норовяя стать посредником в поисках справедливости Общаясь с другими, опираясь на более высокие моральные принципы, пытайтесь примерить на себя чужую шкуру Даже если она вам не очень нравится или не подходит Просто чтобы взглянуть на вещи по-иному Будьте объективны, сохраняйте спокойствие, когда кто-то пытается вас провоцировать Зачем? Тогда вы сможете увидеть, как наилучшим образом снизить накал Венера ни в коем случае не велит вам опускать руки, гнуть шею, становиться жертвой и так далее Защищайте свою позицию, но становясь слушателем, вы просто получаете возможность сражаться с позицией истинной силы А вероятность положительного результата увеличивается во много раз Если же и вы, и противник остаетесь на одном уровне, то выигрыши будут все Венера – прирожденный миротворец, но не безрассудный Смысл в том, чтобы способствовать компромиссу, который устраивал бы не только вас Как управитель тельца, Венера влияет на работу и карьеру Порадовать Венеру можно, найдя работу, которая лучше всего бы отвечала вашим ценностям Эта добродушная планета очень любит такое устраивать Если сама работа не совсем соответствует вашим чаяниям, то можно порадоваться тому, что вы, по крайней мере, работаете с людьми, которых уважаете и наслаждаетесь общением с ними Как управитель весов, Венера побудет вас влиять на вливание в команду, с которой вы работаете Если же вы работаете в одиночку, то вдохновляетесь самой работой, и с этой точки зрения она становится для вас гораздо более важной Независимо от условий, в профессии вас удерживают главным образом заработки, которые должны быть достаточно высокими, чтобы вы ощущали свою значимость Здесь Венера заботится преимущественно о том, чтобы вас справедливо вознаграждали зарплатой, признанием, а также компенсацией за тот стресс, который вы испытываете Позволяя себе искать новую возможность, вы можете найти путь к счастью Единение с Венерой возможно даже через хобби Проявляется она и в поиске действий необходимых, чтобы сохранять активность ума Ведь именно Венера отвечает за развлечения для ума Занимаетесь ли вы садом, кулинарией, музыкой, физкультурой или учебой, Венера всегда рядом, чтобы ободрить вас и настроить на самопознание Важна Акзодиака, его стихия, ретроградная Венера, динамическая триада Но я бы не стала это брать во внимание Потому что тут идет по-солнечному А это значит западная система Которая не коррелируется с физической Так, как пережить фазу ретроградной Венеры Подпитая в себе общительность и самооценку Комплекс мер для выживания в период ретроградной Венеры Поддерживать самооценку Обеспечивать равенство в партнерских отношениях Гармонично сочетать уравновешенность и эмоциональность Уметь пользоваться изобилием Верить в светлое будущее Кстати говоря, почему уравновешенность и эмоциональность? Ведь она управляет двумя знаками Один земляной, который не очень-то про эмоции в принципе А другой партнерский, это воздух Ну, воздух можно сравнить с коммуникабельностью Но Венера экзальтирует знаки рыб То есть эмоциональность берется оттуда Венера проходит ретроградную фазу Примерно каждые полтора года Фаза длится около шести недель Как этот период может на нас повлиять? Один вариант Независимо от вашего знака зодиака Вы приметесь переосмысливать свои взаимоотношения И то, чего вы от них ждете Не исключено, что вас больше встревожат они А также не столь уверенное восприятие человека Или даже людей, с которыми вас эти отношения связывают Но зато приятно удивить новое, куда более ясное представление Об этом человеке Это тайна и интригующее влияние эмоциональность Следующие советы по выживанию при ретроградной Венере Можно считать руководством, предназначенным помочь Точнее проложить путь межподводных камней С которыми можно столкнуться в этот период Постарайтесь ими воспользоваться Можно преобразовать послания Венеры В творческие возможности для себя Свои советы по выживанию Можно предположить Дать информацию о том, что может произойти в жизни В период ретроградной Венеры Эти шесть недель не должны стать источником обострения Ваши отношения могут быть наполнены гармонией и миром Самооценка не должна ни понизиться, ни стать неадекватной А жизненные ценности пострадать Помните, что вы не одиноги Ретроградная Венера действует не только на вас Весь мир проходит через тот же процесс Правда, пользуясь советами по выживанию Можно с меньшей опаской смотреть в будущее И с большей уверенностью справляться с тем, что попадается на жизненном пути Про ценности этой темы тельца Ценности и ресурсы С родителями я бы это не очень, наверное, сравнивала Может быть, даже речь может стать более красивой Итак, у нас тут получается Сколько советов? А, не совсем пронумерованы Их меньше, чем про Меркурий Меркурий была 24, по-моему 16 советов Итак, совет номер один Придерживайтесь своих решений Ретроградная Венера проверяет пределы вашей решительности Откладывать решения довольно болезненно Тщательно взвешивать варианты Это, конечно, умно Вот только бесконечные мысленные колебания туда-сюда Дело не помогает Мучая себя сомнениями Какой же выбор правильный Вы теряете время и силы Вы же не хотите прозаниматься этим все шесть недель Ретроградного движения Венеры Которая, будучи планетой непредубежденной Вдруг возьмет и одарит вас противоречимым посланием Пока вы там перебираете Не случайно, ведь она управляет знаком бесов Соответствующим символом Чтобы держать под контролем разум и эмоции Уравновешивая чаши этого измерительного прибора Требуется практика Выбор между более чем одной возможностью Это уже испытание для нервной системы В глубине вашего ума крутится надоедливый вопрос Я делаю правильный выбор Энергия Венера, особенно в ретроградной фазе Побуждает вас очень тонко представлять противоположные варианты Все их можно отфильтровать до двух Кажущихся наиболее заманчивыми Это не всегда означает, что один вариант намного лучше другого А может сводиться всего лишь к тому, что следует доверять собственным инстинктам Но какое бы решение вы не приняли Гораздо лучше жить с мыслью, чтобы все-таки сделали выбор Чем постоянно осторожничать и досомневаться Если вы склонны к импульсивным решениям То перед тем, как приступать к выполнению какого-то важного дела Неплохо бы выслушать другую точку зрения Будут люди, которым наш выбор понравится Но всегда найдутся и те, кто усомнится в вашем суждении В конце концов, вы все равно непременно пройдете путь, который считаете правильным Это ключевой компонент благополучия Потому что в конечном счете Именно вам предстоит довольствоваться окончательным решением Кроме того, поверив в собственные способности принимать решения Вы укрепите самооценку Это понимание исходит из опыта, а не из страха допустить ошибку Если ваш выбор окажется неправильным Его без труда можно исправить позже Иногда при ретроградной Венере Нас тревожит именно опасение ошибиться в выборе Поэтому не позволяйте заносчивости вам мешать Вы ведь не всегда можете заставить всех признать Что сделанный вами выбор для вас наилучший Не исключено, что вам придется принимать решения Так и не дождавшись, пока Венера вернется на прямой курс Но коррективы всегда можно внести позже Помните, вашим внутренним голосом Ретроградная Венера подскажет наилучший способ Чтобы сбылись надежды достичь гармонии Если вы не слышите это сообщение, не огорчайтесь Которая в принципе олицетворяет собой венеранскую женскую энергетику Нуждаются в сладком Вот, то есть Иногда бывает, что если ум беспокойный Съесть шоколадку, это не возбраняется Совет номер два Вознаграждайте себя Если вы относитесь к тому типу людей, которые, общаясь с другими Думают о себе в последнюю очередь То именно этот раздел нужно прочитать очень внимательно Может, стоит даже его распечатать и прикрепить на холодильник Или еще куда-то, где он будет у вас постоянно перед глазами Ведь затеряться в чужих проблемах так легко Вы чувствуете себя слишком ответственным за других А когда что-то идет не так Дом или на работе Отношения быстро разрушаются Ретроградная Венера усиливает эту модель поведения Так что думайте, как поднимать себе настроение Что входит в этот комплекс мер по выживанию Занимайтесь тем, что помогает вам чувствовать себя хорошо Вознаграждайте себя Не испытывая при этом чувства вины Ведь так легко упустить что-то нужное для счастья Когда вас снидает беспокойство или чувство вины Есть множество вещей, способных поднять настроение И сделать жизнь приятнее Можно порадовать себя вкусной едой, хорошим фильмом Общением с милыми сердцем людьми Отпуском, новой косметикой, одеждой или прической Какими-то новыми занятиями, книгами или техникой И даже хорошим сексом Для поднятия настроения не существует никаких жестких правил Придумывая, как создать вокруг себя более вдохновляющую среду Будьте изобретательными Ретроградная Венера может пробудить желание завести дневник признательности Который по-своему послужит еще одним способом вознаградить себя Или тема дневник благодарности Когда в конце дня человек пишет дату и вопрос Что сегодня сделало меня счастливее? И кто-то считает, что нужно обязательно написать, например, 7 пунктов Это может быть достаточно сложно То есть обязательно из этого дня выцепить то, что в этот день было действительно важно И оно действительно принесло счастье И это может быть не какие-то суперважные дела Что, например, закончен проект какой-то Нет, в этот день могло не произойти ничего действительно важного Но кто-то мог открыть тебе дверь Кто-то мог сделать тебе комплимент Или, я не знаю, ну вот что-то такое могло произойти И это на самом деле могло зарядить настроение с самого утра И уже весь день как-то пошел хорошо И можно написать просто Весь день у меня было хорошее настроение Или там Мне какой-то подарок подарили Или Сделала себе сама красивую прическу Или что-то еще могло случиться Существует теория По которой вы каждый день составляет краткий перечень того Что испытали за день Благодарность Вдохновляйтесь Участвовать в опытах, которые питают ваш разум, тело и дух Очень трудно от кого-то что-то принять Если вы не чувствуете себя достойным этого Хотите верьте, хотите нет Но это требует практики Если вам намного легче давать, чем получать То понадобится некоторое время Чтобы изменить модель поведения Ретроградная фаза Венеры Действительно замечательный период В которой эту закономерность можно отменить Или по крайней мере оптимально уравновесить Если ваши знакомые не умеют дать то, что вам нужно Тогда Угадайте что Берите дело под контроль своей руки А если вы из тех людей, которые слишком много берут И мало отдают Попробуйте отдать просто так Ретроградная Венера способна уравновесить и это Как ни странно, но в этот период Отдавая Вы будете испытывать ощущение, что обогащаетесь эмоционально Одновременно помогая другим чувствовать себя лучше Награждать других за то, что они делают Или просто за то, что они есть в вашей жизни Это по-прежнему неплохой способ порадовать себя Уровень самооценки напрямую связан с возможностью вознаграждать себя Поэтому жизненно важно, чтобы ваша удача разрешала Вашей осторожности пропускать то, что вам хочет дать жизнь Вас очень приятно слышать Спасибо Ретроградная Венера способна сломить ваш протест Против того, чтобы быть хорошим для себя Вам нужно только быть наготове, чтобы разрешить этому волшебству сработать от вашего имени Считайте это развитием новообретенного намерения раскрыть ум и сердце тому, что жизнь намерена вам вручить И тогда те позитивные переживания, которых вы ищете, сами вас найдут Совет номер три Занимайтесь проблемами своих взаимоотношений Тут просто руколоп Особенно после Юпитера в падении После вообще всего вот этого года Когда очень многие люди думают о том, чтобы развестись Тут я все-таки хочу про тему предков сказать Я не знаю, может Ретроградная Венера на это повлиять или нет Но те проблемы в отношениях, которые складываются в текущей жизни Будут влиять на поколения после То есть если у человека уже есть дети Это скажется на них Если человек взрослый, у него взрослые дети То это будет сказываться на браке человека Та же в том числе Если детей нету, то это все равно скажется на их судьбе То есть вот у меня проигралось полностью, что у отца получился первый развод Вторая жена умерла У меня получилось два развода То есть я как бы полностью прожила Я не знаю, там как-то называется это родовые переносы Или что-то еще Вот у меня полностью так сработало Я не знаю, смогла бы я как-то это сделать по-другому Но сейчас, видимо, какой-то отчет уже идет в другую сторону Что, по крайней мере, мысли о том, что надо что-то делать как-то по-другому Так, если вы решите назревшую проблему То ретроградная фаза Венеры – самое подходящее время Может даже сложиться впечатление, что Вселенная именно сейчас прописала вам подходящий рецепт В начале фазы это еще не слишком очевидно Но в течение шестинедельного периода у вас постепенно сложатся стратегии Как решить проблему с другом, возлюбленным, коллегой или родственником Не спешите с выполнением задачи Тише едешь – дальше будешь А к тому же еще и сохранишь свежесть мышления При ретроградной Венере Чтобы правильно выстроить этапы решения проблемы Требуется больше времени Не следует возобновлять старые или создавать новые конфликты Ситуации бывают действительно неразрешимые И мудрость в том, чтобы уметь отличать одни от других Если вы честны с собой, то сможете Ретроградная Венера усилит ваше осознание Чтобы вы поняли, стоит ли тратить время и силы на ссору Если ситуация бесперспективна То тогда воспринимайте ее как познавательный опыт Это создать почву для улучшения отношений в будущем И вы, по всей видимости, не пожалеете усилий Чтобы ни в коем случае не возвращаться к тому же типу отношений Осознание – это главное, что может дать вам ретроградная Венера Но не удивляйтесь, если в этот период понадобится недели, две или даже три Чтобы родились оригинальные идеи, необходимые для устранения проблемы в отношениях Венера – планета, которая учит нас видеть проблемы с разных сторон Чтобы найти лучший способ устранения разногласий с другим человеком Вам сначала нужно ясно представить собственную позицию Действуя четко, вы чувствуете себя достаточно уверенным Чтобы настаивать на том, что вам нужно для улаживания разногласий Именно эта личная сила поможет вам занимать твердую моральную позицию в достижении компромисса Глубокое проникновение в ситуацию и собственное представление о ней создают объективность Которая позволяет вам отступить достаточно далеко, чтобы по-настоящему понять, что другому требуется от вас Поиск золотой середины между двумя точками зрения сферы дипломатичности умений Венеры У этой планеты нет конкурентов в роли арбитра, применяющего противоборствующие стороны Ретроградная Венера с ее мощной целительской энергетикой способна привести вас и вашего противника к пониманию, что мнения бывают разными Это один из способов преодолеть проблему Ни вам, ни противной стороне не стоит гнуть шею друг перед другом Если вы чувствуете свою силу, то либо окончательно разругаетесь с противником, либо сблизитесь Если стремитесь к паритету или компромиссу, то результат и для вас, и для другого человека будет куда более благоприятным Ведь мирное решение проблемы найти трудно, лишь когда каждый из вас яростно отстаивает свою позицию Избегать крайностей – вот о чем нужно помнить Другими словами, если кто-то из вас совершенно нетерпим к точке зрения другого, на компромисс надеяться не стоит Задача не в том, чтобы добиться выигрыша любой ценой, а скорее в том, чтобы дать друг другу ощутить некоторое чувство победы Тут мне вспоминается история, когда мужчина и женщина спорят Мужчина прав, и ему задают вопрос Что для тебя важнее, чтобы ты был прав или чтобы женщина была счастливой? А, какой смысл от твоей правоты, если твоя женщина плачет? В основе проблемы отношений может лежать гнев Чем ближе вы с противником, тем более жарким будет обмен репликами, даже если вы четко представляете себе ситуацию Но все же, если вы хотите выяснить, что вам нужно друг от друга, не следует проявлять и полную невозмутимость В некотором роде это напоминает выпуск пара из скороварки А после того, как вы поймете, что именно вам не нравится в позиции друг друга, снизойдут спокойствие и гармония Венера В ретроградной фазе Венера дает каждому из вас возможность увидеть больше вариантов для разрешения разногласий Она предлагает проявлять гибкость, позволяющую пройти через конфликт без душевных и эмоциональных ран Ссора повлечет за собой гораздо меньше последствий, если вы оба будете выражать чувства открыто Конечно, больно слышать неприятные для себя вещи, но в результате это облегчает развитие отношений Если представляется возможность обсудить разногласия вслух, это сделает вашу связь намного прочнее Тут снова мне хочется сказать про питание и в целом про гибкость В принципе, за гибкость мышления отвечает Меркурий Меркурий – планета коммуникации, легкая И в качестве питания То, что сейчас очень много людей переходит на вегетарианство И в целом люди говорят про вегетарианство И в целом про энергию Сейчас очень многие люди думают и говорят И тема с тем, чтобы питаться мясом, как в катхе про Юпитер говорится Если не хочешь, чтобы у тебя были деньги, ешь мясо по четвергам Один из вариантов Потому что мясо порождает энергию невежества Если в плане Меркурия, то Меркурия – планета легкая И для того, чтобы была легкость, нужна легкая еда Меркурия очень всего, лучше всего гармонизируется Реально легкой едой Зеленой Например, какие-то брокколи Листовые растения В принципе, это все соответствует И кислороду, чтобы лучше питался мозг И тема фолиевая кислота, которая влияет на кровь Как бы считается, что фолиевая кислота нужна для беременных Да, она участвует в процессах кроветворения И в том числе в процессах сворачиваемости крови Если повышенная сворачиваемость крови То человеку не хватает фолиевой кислоты То есть человеку не хватает фолио Фолио – это переводится как лист Не хватает банально просто вот этой вот травы И забыла автора Очень-очень-очень мудрый человек Которого я второй день слушаю про тему энергии И про тему питания Сейчас я имя назову Имя назову, назову имя этого грандиозного человека Так Нет, это не то Так, ладно, тут где-то сверху мне должно быть Так, так, так Тарсунов Тарсунов Вот Он очень большое внимание уделяет Теме того, что мы едим В каких энергиях мы потом будем находиться Вот уже Денис пытается исключить мясо Для этого нужно много разных действий Лучше делать это постепенно У меня, например, сначала произошел отказ от свинины Потом постепенно отказ от говядины Потом Вот сейчас уже два с половиной месяца И я не ем вообще ничего И раз в месяц я проверяла Что вообще как Как организм на это действует В целом чего-то не хватает Не очень понятно чего Теоретически витамина В12 Но Я его стала употреблять Стало как бы получше Кто-то считает, что витамин В12 синтезируется в нашем кишечнике Но он должен синтезироваться там из чего-то Вот И для того, чтобы мышление было гибким Нужна вот эта вот гибкая еда А для гибкости нам также еще нужно масла То есть правильный переход на вики-трассу Должен включать масла Растительного происхождения И топленое масло Тоже То есть топленое масло Отличается от сливочного За счет того, что Оно растапливается И из него убирается все лишнее То, что там не нужно И оно Очень хорошими свойствами обладает То есть оно и повышает И иммунитет Ну и уровень энергии И в принципе тоже оно Для самого организма уже хорошо работает Вот То есть Если с точки зрения энергии То яблоки, например Вот яблоко растет на дереве Что оно делает? Оно питается солнышком С какой целью яблоко выросло? Оно выросло для того, чтобы появиться Внутри него семечко И семечко должно прорасти дальше И будет следующее дерево Таким образом деревья размножаются Но сама мякоть яблока Она в этом не очень участвует То есть она как защитная оболочка Для семечка И смысл яблока в том Чтобы оно выросло Сгнило И упало Ну или В общем вот эта плоть Она разлагается И семечко попадает снова в землю Снова растет Вот То есть это Не то же самое, что Живое существо Какое, как корова, например Хотя С какой-то стороны Можно сравнить смысл такой Но когда корова рожает теленка Она не должна сама по себе сгнить И у нас нет никакой оболочки Которая защищает То есть сама корова является Вот этой оболочкой И она не сгнивает Когда рождается потомство И яблоко Растет в таком месте Доступном для всех Может птичка клюнуть Может человек взять Может обезьянка И так далее То есть любой может взять Оно доступно для всех Все это видит Оно напитывается солнечным светом И солнце Ну, если солнечная погода Да И яблоко находится Вот в хороших таких условиях Где тепло, солнечно Яблоко будет сладким То есть через солнечный свет Поступает сахар Если Брать мясо То Некоторыми детьми Очень жесткие такие вещи Проходят Что они показывают Что смотри Котлетка Да А потом Ребенка взяли И повезли на скотобойню И у ребенка Просто несколько дней Может быть такое Что он вообще есть не сможет Он увидит все эти ужасы Мне на самом деле После Определенных Магазинов Где прям Тушка висит Корова Мне просто После них плохо Мне все равно Что там висела Курица Курица может быть Не так Да Но Труп вот этот вот висит И жестко становится То есть во первых Мясо это труп А во вторых Это собой Лестворяет энергию Насилия Потому что Специальные люди Выращивают Животных Для специальных целей И они проходят Определенный конвейер И в принципе У животных Они же не такие Как бы глупые Как могло бы показаться Да Они все равно Эволюционно растут И каждый раз Они больше понимают И они уже понимают Что вот там Коровка была Да Ее куда-то увели Раз ее нету И они боятся Куда же ее отводят Вот И таким образом Получается Человек вмешивается В эту пищевую цепочку И проявляет Энергию насилия Тот страх Который животное Испытывает перед смертью Оно передается В эту плоть Эта плоть Потом На мясоперерабатывающих Заводах Перерабатывается Там фарш Или во что-то еще Те же сосиски И она несет Эту же энергетику Считается так же Что еда Несет в себе Энергетику Повара То настроение Которое он испытывал В момент Когда он готовил еду И плюс еще Насколько продукт свежий И так далее То есть То что мы едим Это не просто еда Да Это огромное количество Разного вида энергий Вот Но Энергия насилия Да Убийство Если человек ее потребляет Он сам будет склонен К тому Чтобы проявлять Какой-то гнев Как обстоят дела с рыбой С рыбой Мне тоже на самом деле Очень интересный вопрос Как обстоят дела Потому что я до конца Эту тему не поняла Рыба не обладает Таким количеством интеллекта Она плодовита Очень быстро Вот То есть Вот если сравнивать Биологию Да Тема сначала Идет инфузория Туфелька Потом еще какие-то Простейшие организмы Потом идет рыба А потом уже идет Все остальное Может быть насекомые Перед рыбой идут А потом уже все далее Более развитые существа И в целом Даже кровообращение У рыбы Идет по самому Простому принципу Чем у млекопитающих Тем более Вот Но в целом Считается Что все равно Это тоже энергия насилия Другой вопрос Что рыба Может этого не понимать Но если Переходить на вегетарианство Очень резко То я не рекомендую Сразу отказываться И от мяса И от рыбы Это может быть Очень жестко Вот Сначала лучше Попробовать от мяса Вот В целом Конечно Нужно ловить Ощущения в теле Просто так Перейти по щелчку Может не получиться Точно так же Если есть какая-то Вредная привычка Избавиться от нее То есть для этого Нужно сначала Переходить В благостное настроение Вот эта тема Да Безусловно Любовь В чем она заключается В том Что мы делаем Что-то искреннее В том Что мы делаем Что-то бескорыстно Чем мы больше Таких действий Совершаем Чем мы Ну вот Ходим в церковь Да Можем помолиться За кого-то У меня даже была Практика в свое время Когда у кого-то Умер кто-то Я ходила в церковь И подавала Саракова За этого человека Но один раз У меня почему-то Не получилось Это сделать То есть я пошла То есть я пошла в церковь То ли она была Закрыта То ли что-то Пошло не так Я поняла Значит для этого Человека не нужно Значит я к этому Участия никакого Не буду Относить Умение кому-то Отдавать Делиться Какая-то благотворительность Отдавать свои вещи Ты даже знаешь Что например Ты купил какую-то Дорогую вещь Но ты понимаешь Что она тебе не нужна Многие говорят Зачем ты такие Хорошие вещи отдаешь Но все просто Мне они не нужны Зачем они будут Висеть у меня И не приносить пользу Если они могут Принести пользу Кому-то другому Вот И у меня есть Как бы Заочно Человеком Я Я даже не знаю Как зовут То есть я просто Передаю вещи Определенной семье Рядом с нашей дачей Потому что я знаю Что у них очень маленькая Зарплата И мне сказали Что там Девчонка Примерно моего возраста Примерно моего телосложения И у них Ну зарплата 7,5 тысяч Они банально Себе не могут Позволить одежду Вот Я как бы Не считаю Что там Корона на голове Или что-то еще Просто мне не нужна одежда Я нашла кому ее Грубо говоря Сплавить Да Это кому-то пользу Оказывается Приносит То есть это действительно Классно Вот И воспитывать себе Чувство принятия Принятие ко всему Что происходит Принятие ко всему Внутри себя Принять свои недостатки Для начала Вот Принять окружающих Людей вокруг И Дарить добро Когда Вот это вот Ощущение Зацементируется Тогда Сама жизнь Будет Отталкивать От тех вещей Которые в этой жизни Лишние В том числе Употребление мяса Да Какие-то вредные привычки Могут сами собой Отвалиться И на основании этого Уже Будет что-то Меняться Вот И Вот это вот Легкое питание Оно будет давать Легкую энергетику И конечно Важно Время суток Употребления еды Например После Середины дня Не рекомендуется Есть крупы Потому что Они уже Не очень хорошо Усваиваются Сладкое Вообще Про сладкое Я сегодня слышала Что его в принципе Можно в любое время Суток есть И утром И вечером И днем Вечером Лучше употреблять Чем-то кислым Ну тоже вкусы Кислое Сладкое Острое Горькое Горькое Считается Как лекарство И употреблять Его нужно Только днем Вот Но горькому Относится еще И водка Например Соленое Тоже употреблять Только днем Ну и Каждый вкус Они тоже Несут определенную Эридетику И у каждого Есть просто-напросто Своя функция Вот Так что Употребляйте брокколи Всякие зеленые штуки И Мозги будут лучше работать Будет гибкость ума Гибкость Приспосабливаться К определенным Ситуациям И возможно Даже гибкость В теле Вот Если вы вообще Склонны к этому Благополучие Недостаточно информации Физическую нагрузку Смотреть видео Что вам необходимо Для счастья Всегда и во всем Угождать другим Люди не должны Ожидать от вас Покорности И такого поведения Будто вы не имеете Права им возражать Гораздо лучше Когда вас принимают Таким Какой вы есть Чем притворяться Кем-то Кем вы не являетесь Маска Скрывающая Ваше истинное Я Не дает ему Полностью раскрыться Это касается Принадлежности Какой-либо группе Будьте осторожны И не жертвуйте Слишком много Времени на то Чтобы быть Частью организации Беззаветность Это восхитительно Но есть пределы Даже на работе Бывает приходится Тактично отказывать Объясняя Что вы можете справиться Лишь с определенным Объемом работы Вы не против Работать в команде Но должен же Кто-то Обращать внимание На то Что вы и так Выкладываетесь До предела Помните Венера Поможет вам Овладеть Искусством дипломатии Возможно У вас гораздо Больше власти Чем вы думаете Ведя переговоры С другими Если прежде Вы не использовали Эти способности Или делали Это не часто Понадобится Некоторая практика Прежде чем понять Как далеко Вы можете зайти Со своим Нет Тщательно Оцените ситуацию На работе Или в бизнесе Попробуйте Вам это Может понравиться Я хотела Я хотела Тут нести Комментарий По поводу Любви Если у вас Если у вас Не вызывает Никаких негативных Впечатлений Подобные фразы Вы можете Сказать это Кому угодно Даже незнакомому Человеку То проблем В принципе Может не быть А вот если Как раз Проблема возникает С тем Чтобы пожелать Всем счастья Пожелать Всем любви Пожелать Всем чего-то Хорошего То тут Уже Нужно работать Совет номер Пять Реализуйте План По устройству На новую Работу Ух ты Как это Интересненько В период Ретроградной Венеры Бывают дни Когда вас Так и Подмывают Сделать Отчаянный Шаг И избежать От жизненных Обстоятельств Которые Ограничивают И сдерживают Вас Например Работа Или бизнес Которых Вы уже Не чувствуете Своими Не корите Себя За ожидания И бездействия В какой-то Момент Своей Жизни С таким Сценарием Сталкивается Каждый Ситуация Когда-то Способствовавшая Росту Перестала Служить Этой Цели Поскольку Венера Связана С личными Ценностями И добыванием Средств Существованию То только Вне Ретроградной Венеры Вас Может Вновь Посетить Желание Начать Новый Этап В жизни И в этот Период Можно Заняться Поиском Новой Работы Считайте Ретроградную Фазу Временем Отведенным На выполнение Домашнего Задания По Вариантам Новой Работы Я Скажу Что Когда Ты Делаешь Определенные Действия Настраиваешь Питание Наставишь Какие-то Внутренние Позывы Для помощи Другим Людям Когда Прорабатываешь Тему Предков Очень многие Занялись Темой Практикой Отца Матери Если Можно Даже Посмотреть Какие-то Сценарии Родовой Кармы Со стороны Отца Со стороны Мамы Посмотреть На бабушек Дедушек Соответственно Для мужчины Гораздо Важнее будет Посмотреть Именно На мужскую Сторону Отец Его Отец Или Отец Матери И если Есть Возможность Узнать Про Прадедов Какая У них Могла Быть История Потому Что Она Могла Перенестись На Текущее Воплощение Практики Связаны С чтением Мантер Или С ранними Подъемами Или Тем И с тем Чтобы Принимать Душ Утром Душ Вечером Оно Все Дает Определенные Результаты На то Что Ты Сонатравишься С ритмами Вселенной Есть Знаменитая Тема Календарь Штрижек И Я пытаюсь По каким-то Вещам Выбрать Дату Смены Прически Просто Исходя Из того Что Нет никаких Повреждающих Факторов В этот день Можно Это делать В идеале Стричься Когда у нас Например Растущая Луна И у нас Луна Уже Вот-вот Скоро Перестанет Быть Растущей В идеале Не Стричься В четверг Считается Что Ты Остыкаешь Как бы Своё Благополучие В субботу Тоже Не рекомендуется Стричься Потому что Сатурн Это что-то У нас Долгое И Сонатраиваясь Ритмами Вселенной Ты Начинаешь Предпринимать Какие-то Действия Которые Уже Впосредствии Перерастают Другие Действия И Когда Начинаешь Понимать Что Ага Вот этот Вот Период Как раз Совпадает С тем Что По идее Я буду Делать То Это Как раз Знак Того Что Ты Находишься В правильном Месте В правильное Время И Это На самом деле Очень круто Поскольку Венера Планета Ориентированная На людей Один Из Таких Вариантов Может Найтись Через Друга Или Прежнего Коллегу Ныне Работавшего В другом Месте Вас Больше Не радуют Люди С которыми Вы Работаете Вы Ищете Более Свободную Или Гармоничную Рабочую Атмосферу Все Эти Вопросы Как раз И Возникают При Ретроградной Венере Возможно Вы Готовы Заняться Изучением Организации Собственного Бизнеса Если Вы Еще Не Запустили Его Подгодав Под Ретроградную Венеру То Пора Начинать Формулировать Стратегию Если Хотите Успешно С этим Справиться Время Подходящее Чтобы Подыскать Кредиты Для Бизнеса Если Они Вам Нужны Оборудование Или Материалы То Здесь Ретроградная Венера Поможет Найти Лучшее Предложение За Ваши Деньги Относительно Темы Кредитов Поскольку Венера Планета Удовольствия Может быть Желание Такого Что Чего То Хочется Прям Много Прям Конкретно И так Далее Но Как И При Периоде Ретроградного Меркурия Я бы Не Рекомендовала Это Делать А С точки Зрения Кармы Может Быть Такое Что Человек Чего Хочет Конкретно Чего Хочет То Например Человек Хочет Машину И Как То Он Копит И Никак Не Может На Накопить И Думает Что Такое То Там Например Поменялась Валюта То Например Он Накопил У него Деньги Украли То Например Накопил Машина Подорожала И Всю Жиль Вот Это Откладывается И Был Пример Про Одного Человека Который Очень Всю Жиль Хотел Машину И Никак У него Не Получалось На Старости Лет Он Накопил И Когда Он Сел За Руль Машина Просто Была Смят Ну Я не Знаю Там Сел За Руль Или Был В Качестве Пассажира Но Случилась Ситуация В результате Машина Смят Он Настолько Хотел Этого Можно Сказать По Венере То Он Хотел Обладать Чем То А У Него Это Не Получалось Что Это Значит Это Значит Что Грубо Говоря Бог Или Вселенная Говорит Тебе Это Не Нужно Чувак Развивайся В Другом Направлении А Человек Упорно Нет Я Хочу Машину В Результате Он Настолько Сильно Перенервничал Что Он Хотел Этого Ожидания Не Оправдались Все Его Усилия Оказались Четны Что У Нем Случился Инфаркт Постоянно Препятствия На пути К этому Происходят То Это Значит Не Нужно Двигаться В этом Направлении Можно Направить Энергию В гораздо Более Продуктивное Русло В каком Нибудь Другом Ключе Вот И Вот Такая Вот История Венера Облегчит Вам И Пребывание На Нынешней Работе Если Вы Одновременно Осваиваете Побочную Профессию Надеюсь В один Прекрасный День Сделать Ее Основной Чтобы Превратить Новый Бизнес В прочную Структуру Часто Требуется Немало Времени Наличие Такого Дополнительного Действующего Плана Даст Вам Терпение Дольше Оставаться На Нынешней Работе Культивируя В себе Стремление К другому Занятию Вы Сможете Продолжать Работать До тех Пор Пока Не придет Время Переходить К желанному Занятию Или Тихо Венера Напомнит Вам О том Что Надо Мыслить Категориями Стабильности И быть Наготове С такими Творческими Самовыражениями Которые Ярко Продемонстрируют Ваши Способности Есть Еще Одна Важная Проблема При Поиске Другой Работы Более Высокий Заработок Вы Знаете Что Достойно Гораздо Большего Чем Получаете От Нынешнего Работодателя Ретроградная Венера Может И не Открыть Дверь Для Нового Старта Но Непременно Напомнит О необходимости Сохранять Надежду Если Вы Придерживаетесь Позитивных Вглядов У вас Больше Шансов Привлечь Изобилие И не Стоит Себя Недооценивать Вы Можете Владеть Навыками Благодаря Которым Достойно Большего А умение Подчеркнуть Их Принесет Вам Новую Работу А иногда Работодателю Сильнее Всего Хочется Узнать Срабатываетесь Ли Вы С другими Людьми Поэтому Если Вам Случится Искать Работу В Неретроградной Венере Ходите По Собеседованиям С таким Выражением Лица Будто Вы Просто Пишите Командным Духом Совет Номер Шесть Держитесь Подальше От Негативных Людей Наверное На ретрит Уехать Одна Из Неплохих Идей Была бы Прям На шесть Незель Перед Ретроградной Венерой Стоит Важная Цель Убедиться Что Вы Не Собираетесь Менять Свои Самые Точные Представления Команта Лишь Б Сохранить Отношения Уже Ставшие Бесполезными Чем Глубже Вы Привязаны К Человеку Тем Больше Вероятность Что Вы Плохо Знаете Его Вообще Относительно Негативных Людей Это Также Может быть Связано С питанием Но Также Может быть Связано Еще и С Меркурием Определенным Положением То есть Если человек Питается Неблагостно Если он Слушает Много Радио Если он Много Матерится Просто Это Пыщет И с этим Очень сложно Смириться На самом деле То есть Вот этот Негатив Почему С ним Сложно Смириться Потому Что Он Влияет Негативная Энергетика Она Распространяется Гораздо Сильнее Чем Благостная Она Вбирает Себя Как Губка Все И Если Добавить К этому Делу Раху Почему Пыль У нас Везде Нам Постоянно Нужно Убираться Чтобы Не Было Пыли Это Тоже Самое Пыль Несет Себе Информацию Поэтому Очень Важно Убираться Очень Важно Делать Омовение Два Вот И Получается Что Человек Который Ведет Неблагостный Образ Жизни Он На нас Влияет И На нас Раздражает Именно Это Нас Раздражает Не Столько Сам Человек Мы На него Повлиять В принципе Может Быть И Не Можем Но Если Мы Видим Вот Этот Шаблон Поведения Питания Что Еще Может Быть Общение И Вот Это Прям Закономерность То есть Человек Слушает Например Новости Негативные Подпитывается Ими И Начинается Потом Лучая Информация Поэтому Радио Дней Рекомендуется Слушать Есть Конечно Разные Станции Вот Станция Орфей Очень Очень Классно Успокаивает Или Классическая Музыка Я Четка Петель Начала Говорить У Любых Отношений Есть Свои Периоды Подъема И Спада Поскольку Они Часть Жизни И Это Неизбежно Даже Некоторые Неизгоды И Совместная Борьба С ними Способны Укрепить Связь Между Двумя Людьми Но Что Если Близкий Человек Всегда Против Вашей Цели Или Вы Просто Чтобы Просто Сохранить Отношения Вынуждены Отказываться От того Что вам Действительно Нужно Для Счастья То есть Это Взвешивание Ценностей И Вот Тут Ретроградная Венера Вас Выручит Если Вы Сами Ей Поможете Первый Шаг Вам Придется Сделать Самостоятельно И Быть Собой Действительно Честным Если Кто-то Из Друзей И Родных Говорит Что Ваши Отношения Бесперспективны Даже Губительны Они Могут Быть Правы Чтобы Отпустить Человека Которому Вы Сильно Привязаны Требуется Определенная Решительность Это Как Выкроить Из Своего Прежнего Я Другое Я Диаметрально Противоположное Да Еще И Принять Свою Новую Роль Вы Должны Понимать Что Другой Человек Скорее Всего И Не Захочет Меняться Пока Может Видеть В Вас Того Кем Можно Манипулировать Сами Того Не Желая Вы Способствуете Тому Чтобы Отношения Оставались Прежними Возможно Вы Даже Надеетесь Что Партнер Изменится Сам Если Вы Будете Уступать Его Желания Реальная Проблема Заключается В том Что Соглашение На которое Вы Рассчитываете Никогда Не Будет Честным Ретроградная Венера Быстро Наградит Вас За прекращение Губительных Отношений Прервав Их В этот Период Вы Ощутите Свободу Во всей Полноте Первый раз Слышу Такое Мнение Ум Увидит Как Вам Не Хватает Равенство Чтобы Найти Более Здоровые Партнерские Отношения Нужно Будет Переучиваться Пойдется Постоянно Говорить Себя Что Нет Возврата Туда Где К Вам Относились Не Относились Как К равному Задача Венеры Напоминать Вам Чтобы Вы Ценили Свою Независимость И Находили Людей Которые Не Страшатся Вашего Стремления Найти Поддержку И Душевный Подъем Взаимная Любовь И Восхищение Вот Чего Вы В Действительности Желаете Уход От Человека Который Отрицает Ваше Истинное Я Раскрепостит Вас И Поможет Открыть Дверь И Пригласить В свою Жизнь Правильного Человека По Поводу Того Как 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 Губительные Токсичные Отношения Закончить Тут Работает Техника Поклонов Она Не Помогла В начале Года И Славится От Отношений Которые Были Токсичными Когда Просто Я Не Знала Как Это Делать И Просто Вот Так Вот Про себя Прости Меня Я Тебя Прощаю Я Тебя Благодарю 7 Дни Вот Так Вот Делала Просто Голова Наклоняла И Это Помогло Меня Прямо Как Отрезало Но Ситуации Меняются И Не Очень Понятно Есть Ли В общем Венера Подошла Как бы Вовремя Совет Номер 7 Встречайте Неприятности Лицом К лицу Венера В астрологии Известна Как планета Миротворец Это Плавно Скользящая По небу Странница Может Целости И сохранности Провести Вас По самому Сложному Пути Подводить Противников Мирному И Взаимоприемлемому Урегулированию Разногласий Одна из Основных Ее Дипломатических Задач А вот Один из Потенциальных Недостатков Ретроградной Венеры Это Искушение Не обсуждать Возникшие Разногласия А ходить Вокруг До около Следует Знать Когда лучше Избегать Ситуаций Провоцирующих Напряжение Иногда Самая умная Стратегия Действительно Не ввязываться В стычки А обходить Конфликты Стороной Но если Дело касается Защиты Ваших прав То спор Лучше Всего Затеять Возможно В конечном Счете Это поможет Вам Отстоять Свою точку Зрения Пусть Даже И лишит Комфорта Говорят Осмотрительность Это не так Уж и плохо Поскольку Означает Что при необходимости Вы сможете Правильно Отреагировать На сложную Задачу Но Чрезмерный Страх Опасен Ибо Способен Лишить Вас воли И заставить Остолбенеть Вы можете Застыть Так Что вообще Не сможете Двигаться Это Как во сне Когда пытаешься Убежать От опасности Но чем Больше стараешься Тем больше Увязаешь Вполне вероятно Вы не сможете Преодолеть Все серьезные Препятствия И конфликты При этом Ретроградная Венера Будет часто Призывать Вас Использовать Здравый Смысл В урегулировании Кризиса Вам придется Думать Как решить Проблему Бежать От нее Нельзя Только Усугубите Ситуацию Как Нетрудно В это Поверить Но Проблемы Исчезнут Быстрее Если Вы встретите Их лицом К лицу Именно В этой Ретроградной Фазе Венеры Главное Обязательно Сохранять Эмоциональное Душевное Равновесие Крайне Важно Не допускать Таких Сильных Перепадов Настроения Чтобы Не утрачивать Ясность Ума И не Обострять Проблемы Если Вы Поумерите Пыл И Упорядочите Мысли Чтобы Выработать Стратегию То Свернете Гору Возможно Вам придется Убеждать Себя Сделать Первый Шаг Решения Надоевшей Проблемы Когда В этот Ретроградный Период Вы Пытаетесь Преодолеть Препятствия На своем Пути Нужно Помнить Еще Об Одном Чтобы Найти Лучшее Решение Вам Может Понадобиться Помощь Друга Единомышленников Или Другого Союзника У Венеры Умение Эффективно Работать В команде Записано В коде ДНК В середине Ретроградной Фазе Добавит Уверенности В своих Делах Так Необходимый Чтобы Убить Дракона Не говорите Себе Что В результате Попадете В зависимости От кого-то Бывают Случаи Когда Небольшое Содействие Друзей Как раз То Что Необходимо Чтобы С уверенностью Смотреть Невзгодом В лицо Кроме Того Вы Почувствуете Себя Сильнее И Не волнуйтесь Поддержка Другого Человека Не лишит Вас Независимости То есть Это Через Три Недели Получается Девятнадцатое Двадцать Шестое Первое Второе Января Получается Девятый Января Я так Подозреваю Что Скорее Сего Психологические Консультации И психологи Вообще Будут Пользоваться Большим Спросом Совет Номер Восемь Не Застревайте В Прошлом Ретроградная Планета Обладает Особой Способностью Провести Вас Назад Сквозь Время Она Будет Снова И Снова По-разному Прокручивать В вашей Голове Различные Воспоминания Это Дает Возможность По-новому Взглянуть На События Недавнего И Очень Далекого Прошлого И Переосмыслить Их Поскольку Венера Планета Очень Тесно Взаимосвязей То В дни Е Ретроградности У вас Появится Склонность Анализировать Свои Прошедшие Заряжать Вас Энергией Но Они Бывают И Не Столь Приятными Если Вы Слишком Погрузитесь В прошлое То Рискуете Там Застрять Извлекать Уроки Из Прошлых Встреч Отличный Источник Мудрости Это Помогает Не Повторять Ошибки Прежних Лет Нынешних Отношений Правда Когда Речь Заходит О Счастье Здесь И Сейчас Старые Избитые Принципы Приносят Мало Польза Возможно Вам Доводилось Слышать Такой Термин Проекция Он Из Области Психологии Проекция Это Такой Защитный Механизм Когда Мы Другим Людям Приписываем Те Качества Которыми Обладаем Сами Механизм Формирования Проекции Примерно Следующий Если В нас Есть Какое То Качество Например Грубость Которое С малых Лет Нам Запрещают Проявлять Как Проявляем Но Отлично Замечаем Других Людях Существует И Другая Сторона Проекции Не Изживая С пользой И до Конца Какие-то Свои Очень Личные Энергии Вы Рискуете Привлечь Слишком Эгоцентричных Людей Если Для Вас Эта Проблема В настоящее Время Чересчур Реально То Ретроградная Венера Только Усугубит Е Впрочем Не Расстраивайтесь Если Колокол Звонит По Вам У Каждого Человека Есть Качество Которое Он Прорабатывает Даже В самых Теплых Отношениях Важно Помнить Что Ретроградная Венера Вовсе Не Должна Делать Вашу Жизнь Несчастной Она Лишь Вытаскивает На Поверхность Проблемы Над Которыми Вам Придется Поработать Но Это Будет Для Вас Время Глубокого Понимания На Пути Гармонии Есть У Венеры Другая Важная Функция Имеющая Отношение К Нашим Обонятельным Нервам Или Восприятию Запахов Обоняние Связано С Участками Мозга Относящимися К Эмоциональной Памяти В Обонятельной Памяти Скапливаются Воспоминания О Запахах Ученые Насчитали В человеческом Организме Ни Много Ни Мало Тысяч Рецепторов Запаха Которые К тому же Еще И Восстанавливаются В течение Нашей Жизни Ретроградная Венера Обладает Способностью Сильно Стимулировать Ваши Чувства В том числе И Восприимчивость К различным Запахам И Какой-то Определенный Запах Вдруг Напомнит Вам О приятных Переживаниях Из далекого Или Не очень Прошлого Например О матери Которая Что-то Готовила Для вас Или О доме Детства Где вы Провели Сколько Отрадных Дней На что Делать Если Всплывший Вдруг Запах К вашему Немалому Удивлению Навеет Воспоминания Которые Вам Давно Хотелось Бы Забыть Просто Оставаться С собой И мыслить Позитивно Это Поможет Разомкнуть Объятия Негативных Воспоминаний Без Посещения Которых Вы Предпочли Обойтись Не Отчативайтесь Такие Воспоминания Хоть и неприятны Но все же Служат Уроком Главное Здесь Суметь Присоединить Возникшие Эмоции Или чувства К настоящему Не нужно Надолго Задерживаться В воспоминаниях Схожим Образом На человека Способны Воздействовать Сны Так что Если Какой-то Запах Завлек Вас В прошлое Считайте Что Этому Просто Суждено Было Случиться Вселенная Вознамерилась Дать вам Более Глубокое Понимание Той ситуации Верьте Или нет Но Ретроградная Венера Способна Не только Вызвать Воспоминания О прошлых Проблемах С отношениями Но и Вновь Их Оживить Вы Вдруг Начнете Вести себя Так же Как когда-то И будете Не доумевать Почему Например Станете Сердиться Чаще И больше Обычного Вне Ретроградной Венеры Настроения Могут быть Более Непредсказуемыми Если Вы человек Очень компанейский То почувствуете Все эти примеры Служат сигналом К тому Что какое-то Событие С прошлой Жизни Пытается Привлечь К себе Ваше Внимание Происходит Внутренняя Работа Помогающая Вам Успешно Приобщить Эту энергию К своей Жизни Начинаете Ли вы Более Бурно Проявлять Эмоции Или становитесь Спокойнее Это связано С пониманием Как эту Энергию Прошлой Жизни Превратить В творческое Самовыражение Другими Словами Вам Поставляется Возможность Излечь Урок Из своего Жем Поведения В прошлом И превратить Эти воспоминания В позитивный Жизненный Опыт Суть В том Что вы Укрепляете Внутренние Силы И самооценку Совет Номер Девять Сохраняйте Сосредоточенность Венера Прозывает Вас И всех Остальных Тщательно Отдумывать Варианты Перед тем Как приступить К реализации Планов В общем Это Обычный Для Венеры Способ активировать Ваше мышление Так Очень Заботливо Деликатно Похлопывая Вас По плечу Или Нашептывая В ухо Она Напоминает Вам О том Чтобы Вы Просмотрели Все варианты Находящиеся Перед Вами В период Ретроградной Венеры Вам Придется Сосредоточиться На каком-то Одном Направлении Даже Если Сначала Это Будет Неприятно Время От Времени Потребуется Вся Сила Вашей Концентрации Это Особенно Актуально Если У вас Серьезная Цель При Ретроградной Венере Мир Поможет Снабдить Вас Многими Возможностями И Такое Количество Вариантов Будет Вам Жизненно Необходимо Чтобы Осуществить План Вам Придется Игнорировать Другие Возможности И начать Двигаться Вперед Как бы Трудно Это Не Было Друзья Родные Самыми Добрыми Намерениями Примутся Звать Вас Повеселиться Вместе С ними Это Действительно Поможет Вам Расслабиться Отлечься От предмета Своей Сосредоточенности Хорошо Для Умственного Физического Благополучия Просто Не делайте Этого Слишком Часто Иначе Получится Что Вы Под Любым Предлогом Норовите То и дело Сбежать Оставляя Свою Главную Цель Недовыполненной Вне Ретроградной Венеры Вдруг Неоткуда Являются Какие-то Люди Нуждающиеся Вашей Помощи Или Кому-то Требуется Ваше Плечо Чтобы Оросить Его Слезами А Вы Чувствуете Себя Обязанным Помочь Это Нормально Но Убедите Что Вы Плодотворно Распоряжаетесь Своим Временем Иначе Оно Протечет У вас Между Пальцами И Вылечит Песок Люди Могут Самыми Добрыми Что Вполне Отвечает Вашим Венерианским Инстинктам Просто Существуют Определенные Границы О которых Необходимо Постоянно Помнить Чтобы Придерживаться Графика И вовремя Закончить Начатое Ретроградная Венера Оживит Ваши Связи С людьми Особо Притягательны Будут Соцсети В качестве Способа Убежать От необходимости Сосредотачиваться На том Что Следует Выполнить Поэтому Старайтесь Быть Достаточно Дисциплинированными Чтобы Наслаждаться Всеми Своими Мирами Мешает Дело С безделием Проживешь Век С весельем И вы Этого Вполне Заслуживаете Непоколебимая Приверженность Цели В этой Фазе Венеры Способствует Полноценному Использованию Времени Тогда Ваша Сосредоточенность Не Распыляется На разные Задачи Направлены На одну Цель Чтобы Потом Выстрелить Без Промаха Вам будет Легче Оставаться На высоте Однако Вести Себя Так Следует Не в каждой Ретроградной Фазе Венеры А только В той Где Вам будет Легче Завершить Начатое Блокируя Отвлекающие Факторы Когда Эта Фаза Закончится Вы будете Менее Ограничены В выборе И можете Двигаться Дальше Куда Захотите А заниматься Сразу Несколькими Задачами Станет Проще Если Вы Либо Полностью Добьетесь Одной Из Основных Целей Либо Будете Очень Близки К этому Тогда Сможете С полным Основанием Гордиться С собой Совет Номер Десять Правильно Оценивайте Свой Труд Не Ретроградная Венера Подходящее Время Для того Чтобы Проанализировать Свои Рабочие Цели А также Определить В каких Занятиях Вы Уже Приобрели Изрядную Сноровку Венера Любит Дохновлять Вас Как Можно Старательнее Проявлять Свои Умения Как В делах Так И В отношениях Вы Можете Быть Вполне Довольны Текущей Ситуацией На работе Или В бизнесе Но Если Возникает Мысль Нести Изменения В карьерное Стремление Этот Период Может Дохновить Вас На Обдумывание Плана Даже Если Осуществится Он Позднее У людей Часто Больше Возможностей Чем Они Себе Представляют Вам Захочется Составить Перечень Того Что Вы Уже Знаете Как Делать Должен Найти Способ Преобразовать Эти Знания В новую Работу Ножность Или Жизненную Ситуацию Возможно Придется Найти Личностного Тренера Или Просто Попросить Советы У кого Кому Вы Доверяете Когда Ваши навыки По достоинству Оценят Настроение Поднимется В результате Чего Вас Может Осенить Блестящая Идея Которая Откроет Перед Вами Мир Новых Возможностей И Настоящая Проблема Может Возникнуть Когда Придется Сделать Шаг Назад Чтобы Достаточно Объективно Взглянуть На Ваши Способности Это Подходящий Период Для Существенного Содействия От Верного Единомышленника А вот Если Вы Хотите Попросить Повышение На Работе То Ретроград На Венере Пожалуй Не Самый Подходящий Помощник Лучше Обдумать План Как Доказать Руководство Почему Вы Считаете Что Заслуживаете Повышение Зато При Директной Венере Ваши Сработодателем Мысли И Намерения Совпадут Лучше Как Утверждает Поговорка Всему Свое Время Если У вас Вы Сможете Сэкономить Деньги Определив Что Работает На Вас А Что Нет Этот Шестинедельный Период Необходим Для Реструктуризации Вашей Коммерческой Деятельности Вам Нужно Больше Сотрудников Или Меньше Или Новая Техника Которая Лучше Отслеживает Производство И Особенно Качество И Количество Необходимы Для Достижения Целей Вы Можете Зарабатывать Больше Главная Тема Венеры Очень Важен Дизайн Или Внешний Вид Вашего Офиса Ретроградная Венера Поможет Вам Улучшить Стиль И Цветовые Решения Дарить Людям Радушную Атмосферу Неотъемлемая Часть Успеха Независимо От Рода Вашего Бизнеса Пользуетесь Ли Вы Для Этого Своим Сайтом Или Соц Сетями Философия Одна Этажа Наружность И Атрибутика Должны Быть Притягательными И Привлекать Людей К Вашему Бизнесу Это Яркий Знак Приветствия Какой бы Замечательной Рекламой Вы не Пользуетесь Время От Времени Требуется Чуточку Менять Содержание Даже Визитная Карточка Нуждается В Преображении Вам Нужна Новая Фотография Которая Лучше всего Говорила бы Какой Вы Сейчас У Ветроградной Венеры Много Художественных Предложений Чтобы дать Вам Верное Направление К более Высоко Оплачиваемой Работе Или Более Прибыльному Бизнесу Ценности Вот еще Одна Тема Венеры Вы Вдруг Начинаете Задумываться А соответствует Ли Ваша Нынешняя Работа Вашим Ценностям И Тут же Конечно Возникает Вопрос А какая Же Работа Соответствует Вашим Идеалам Может Стоит Остаться На Нынешней Все Таки Нужно Оплачивать Счета В утешении Можно Было Найти Волонтерскую Деятельность Которая Хотя Частично Воплощала В жизнь Вашу Мечту Есть Множество Возможностей Чтобы Реализовывать Свои Высокие Устремления Совет Номер Одиннадцать Будьте Осторожнее С крупными Покупками И Тратами Венера Тесно Связана С Приобретения Можно Сказать Это Одна Из Основных Ее Функций Нашей Жизни Покупка Мелких Вещей В Ретроградной Фазе Венеры Не Доставит Вам Особых Хлопот Но Если Предстоит Приобретение Чего-то Дорогого Убедитесь Что Хорошо Изучили Условия Возврата На Случай Если Купленные Вас Чем-то Не Устроит Найдите Надежное Место Для Квитанции И Расход Большой Лучше Отложить Покупку До тех Пор Пока Венера Не Вернется На Прямой Курс Зачем Пытаться Грести Против Сильного Течения Если Вам Это Не Нужно Еще Будут Случаи Когда Время Не Станет Ждать Потому Что В жизни Без Этого Не Обходится Предположим Возникла Непредвиденная Ситуация Требующая Быстрой Реакции Здесь Следует Быть Всеми Деталями Если Она Сложная Разумно Будет Взять Кого То С собой Это Особенно Актуально При Ретроградной Венере Держащий Вашу Сторону Спутник Может Услышать Что То Что Вы Пропустите В деле Лишняя Пара Глаз И Уши Никогда Не Помешает Если Еще До Наступления Ретроградной Фазы Венеры Вы Уже Подумывали Купить Что Новое Но Даже Тогда В отношении Крупных Расходов Следует Проявлять Осторожность И Лучше Подождать Если Сможете Это Тот Самый Случай Когда Лучше Отложить На Завтра То Что Можно Сделать Сегодня Позднее Вы Будете Радоваться Тому Что Подождали Будьте Начеку С Кредитными Картами Деньги На Них Такие Легкие Пока Вам Не Придет счет Ретроградная Венера Кредитом И Разного Рода Прочим Долговым Ловушкам Если При Ретроградной Венере Вы Все Таки Вынуждены Потратиться То Постарайтесь Хотя Бо Найти Кредит С Минимально Возможным Процентом Отстерегайтесь И Вкладывать Деньги Куда Нибудь Если Предложение Слишком Соблазительно Скорее Всего Подумав Правду Хлопот Не Оберешься Если Все Таки Собираетесь Вложиться В рискованное Мероприятие Анализируйте И проверяйте Все Самым Тщательным Образом Но Лучше Все Дождаться Прямого Хода Венеры Поскольку Ум Тогда Заметно Прояснится Если Вы Не Проявите Осторожность Деньгами В эти 6 Недель Могут Мгновенно Накопиться Долги Даже Гасить Задолженность По кредитной Карте Следует С большой Осмотрительностью Очень Соблазнительно Сначала Досуха Высосать Карту А потом Выплатить Все Сразу Чтобы Она Вновь Пополнилась До максимума И снова Бежать За покупками Здесь Главное Пользуясь Кредитками Не впадать В азарт Если Вы При Ретроградной Венере Вознамерились Отложить Кому-то Денег Или Дать Во временное Пользование Какой-то Предмет Весьма Вероятно Что Назад Вы Ни денег Ни вещей Не Получите Это Вас Не Раздосадует Если Сумма Невелика А Вещь Легко Можно Заменить Если Же Нет Будьте Благоразумны Подумайте Что Вы Можете Позволить Себе Потерять Это Не Значит Что Вы Не Можете Или Не Должны Проявлять Чедрость Ведь Отдавать Так Приятно Просто В этот Ретроградный Период Проявите Чуть Больше Рассудительности В том Как Именно Поможете Другим Точно Так Же И Вы Сами Если Берете В долг Постарайтесь Вернуть Взятые Это Заставит Ваших Друзей Росственников Доверять Вам И С Готовностью Помогать И Впредь А Как Насчет Людей Которые Знают Как Заставить Вас Чувствовать Себя Виноватым Пока Вы Не Начнете Постоянно Давать Им Деньги Или Иные Средства Будьте Очень Вы Можете Казаться Прекрасным Источником Легких Денег Как Дающий Чья Рука Не Оскудевает Вовек Знайте Свои Пределы Здесь Может Понадобиться Жесткость А не Милосердие Своими Пожертвованиями Вы Формируете В другом Человеке Привычку К Иждивенству Не Принося Ему Добра Поэтому Совет Проявляйте Щедрость Но В разумных Пределах Совет Номер 12 Будьте Умерены В своих Ожиданиях В период Ретроградной Венере Разумно Лелеять Каждый Небольшой Успех Чтобы Вас Не Постигло Ужасное Разочарование Не Просите Больше Чем Жизнь Может Предоставить В Это Время Есть Соблант Преувеличивать Свои Способности Чем Проще Тем Лучше Вот Мудрая Мантра Которую Нужно Повторять Регулярно Нормально Если Вы Бросите Себе Вызов Чтобы Испытать Собственные Возможности Вы Можете Оказаться Тем Человеком Который Способен Увлечь За собой Любого Чтобы При этом Не Советовали Другие Никто Не Требует Вас Принижать Собственную Значимость Просто В ретроградную Фазу Венеры Будьте Прагматичны Чтобы Получить Максимум Вот Этого Времени Ну Кстати Прагматичностью Я думаю Что проблем А потом Она будет Под управлением Юпитера Который В принципе За мудрость Но Может быть Тема Ларкшери Потому что Венера Находится В знаке Юпитера Их соединение Дает Такой Материальный Аспект Какой-то Роскоши Постарайтесь В этот Период Быть Умеренным В том Что ждете От других В это Время Почти Каждый Склонен Думать Будто Другие Способны Совершить Для него Что-то Необычное Если Заблаговременно Запасите Всем Необходимо В фазе Ретроградной Венеры Часто Случаются Задержки Время Не всегда Работает На нас Так Как Мы Надеемся Поэтому Для Подстраховки Не забудьте Дать себе Дополнительное Время Чтобы Все Было Сделано В соответствии С планом Будет Непросто Договориться О приемлемых Способах Достижения Общих Целей И совместной Работе Не удивляйтесь Если у вас И у коллеги Окажутся Совершенно Разные Взгляды На то Как следует Начинать И завершать Проект Взаимное Терпение Поможет Точнее Понять Точку Зрения Другого А вот Яростная Бескомпромиссная Борьба За свои Идеи Кажется Бесплодной Попытайтесь Объяснить Друг другу Что следует Слушать Слышать И прислушиваться К чужому Мнению И тогда Вам Намного Больше Понравится Работать Вместе Да и Представление О цели Не так Уж И разнятся Как Вы Полагаете Надя Же Золотую Середину Каждый Из вас Почувствует Что у Него Уже Лучше Получается Работать В команде Следите Насколько Удачно Ваше Старание Сделать Кого-то Счастливым Или Доставить Удовольствие Вот Только Не надо В розовых Тонах Представлять Себе Все То Что Вы Могли Сделать Для Этого Человека Поскольку При Ретроградной Венере Это Может Быть Весьма Непросто Здорово Поднимать Настроение Другу Или Возлюбленному Которым Нужна Ваша Помощь Как Раз То Что Вы И Должны Для Них Делать И Как Раз Стремление Пообещать Невозможное Вы Их Разочаруете Поэтому Помните О пределах Своих Возможностей Совет Номер Тринадцать Берегите Личную Силу Старание Сохранить Веру В себя В период Ретроградной Венеры Может Свестись К настройке На мирное Спокойствие Оно Позволит Вам Поддерживать Достаточно Высокий Умственный Творческий Подъем Вокруг Вас Может Гудеть Человеческое Напряжение А Вы Будете Пребывать Рядом В приятной Одушине Спокойствия Это Не значит Что Вы Избавлены От сильных Разогласий С кем Либо Они Ненормальная Часть Жизни Просто Вам Не нужны В доме Люди Которые Нарушают Ваше Психическое И эмоциональное Равновесие В этот Период Самым Необходимым Для счастья Окажется Сохранение Чувства Внутренней Гармонии Ретроградная Венера Может Подтолкнуть Вас К тому Чтобы Погрузиться В самоанализ Однако Он Должен Не только Не мешать Вашей Повседневной Действенности Но Еще Больше Необходимость Совмещать Должностные Профессиональные И другие Обязанности Не самым Лучшим Образом Повлиять На Вашу Нервную Систему И условия Жизни И быт Будут Очень Важны Для сохранения Вашего Благополучия Заниматься Дома Каким Нибудь Любимым Делом Чтобы Сохранять Спокойствие Это Способ Воззаградить Себя Жизнь Вообще Тяжелая Работа А если Еще Дети Есть Ответственность Сразу Возрастает На работе Вас заставляет Трудиться С максимальной Нагрузкой Плюс Ретроградная Венера В том Что она Стимулирует Мозг На штурм В поиске Способов Удержать Проблемы На приколе И дело Не в том Чтобы убежать От решения Возникающих Проблем А в том Чтобы В них Не потеряться Когда ум Полностью Выдохнется Вы легко Утратите Веру В себя И ощущение Подъема Вне Ретроградной Венеры Это происходит Быстро Потому что Вы расслабляетесь И теряете Бдительность Просто Забываете Поддерживать Энергетический Уровень Взгромоздив На себя Еще одно Задание Хоть тело И говорит Что вам Пора Передохнуть Вы рискуете Совершенно Обессилить Ваш творческий Напор Ослабляется Тем Что вы Постоянно Выходите За рамки Служебного Долга И делаете Больше Чем от вас Требуется Жизненно Важно Помнить Что для Венеры Главное Чтобы ваша Жизнь Оставалась Уравновешенной Делаете Возможное Чтобы иметь Дом В котором Чувствуешь Себе Безопасность И вот Что самое Важное Это может Быть место Где вам Удобно И отдыхать И принимать Людей К которым Вы хорошо Относитесь Ваша Фантазия Помогает Особый Талант И вкус Венеры К общению Во многих Отношениях Ваше Здоровье И уверенность Себе Честно Связаны Когда вы Заботитесь О теле Ваш ум Естественно Становится Более Острым И Сосредоточенным Творческая Энергия Усиливается Когда питание Физические Упражнения Тщательно Спланированы Вовсе Незачем Придерживаться Строгой Диеты Или бегать Марафон Основная Идея В дни Ретроградной Венеры Избегать Крайностей Сбалансированное Питание И небольшая Физическая Нагрузка В этот Период Сотворят Чудеса С вашей Жизненной Силой И сделают Восприятие Жизни Ярче Венера Планета Искусств Если у вас Есть В одежде Цвета Которые Поднимают Вам Настроение Обязательно Носите Их В эту Ретроградную Фазу Это укрепит Вашу Веру В себя Также На рабочем Месте Или в доме Еще одним Плюсом Будут Картины Стимулирующие Ваш Интеллект Любимая Музыка Окажет Успокаивающее Воздействие И вознесет Вас На Седьмое Небо В период Ретроградной Венеры Применять На себе То Что для вас Символизирует Чувство Личной силы Это истинная Мудрость Когда вы Сами Мыслите И смотрите На мир Позитивно То и к вам Потянется Хорошее И позитивное Заметно Возрастет Вероятность Что у вас Поселится Изобилие Ваша Способность И умение Притягивать Свою жизнь Благосклонных Готовых Поддержать Людей И общую Гармонию Это Вознаграждение За то Что вы Считаете Стакан Наполовину Полным Если В дни Ретроградной Венеры Вы с Особым Вниманием И тщательностью Холите Или леете Самооценку Удача Не заставит Себя ждать Совет Номер Четырнадцать Не создавайте Ненужного Трения В ретроградную Фазу Венеры Напряженность Между вами И окружающими Может Показаться Вам Необходимой Просто потому Что вас Так и Подмывает С кем-нибудь Погрызться А чего Так происходит Как ни странно У вас Проблемы С принятием Мира При Ретроградной Венере Такое Случается Ее Естественный Ритм Побуждает Искать Тишины Покоя И различных Форм Релаксации Когда Вам Все это Наскочит Возникает Склонность К слишком Резким Реакциям И слишком Энергичным Действиям Которые Оказываются Очень Разрушительными Впрочем Вполне Возможно Все это Не про вас И вы Себя Обычно Так не Ведете Не думайте Что вы Единственные Кто так Реагирует На Ретроградную Венеру В одно И то же Время По всей Земле Множество Людей Задается Вопросом Почему Они ведут Себя Так Как Для Них Совершенно Нетипично В этот Ретроградный Период Усилится Внутренняя Неугомонность Это Неплохо И просто Сигнализирует Что у вас Есть Дополнительная Энергия Помните Главное Эту Жизненную Энергию Нужно Использовать Плодотворно Иногда В период Ретроградной Венеры Возникает Недовольство Судьбой Позволяя Ему Поселиться В вашей Душе Вы ставите Под сомнение Ценность Того Что имеете Даже Если У вас Жизнь Все идет Отлично Будьте Осторожны В желаниях И не мечтайте Об идеальном Положении Дел Партнер Работа Да и жизнь В целом Могут И не соответствовать Вашим Ожиданиям Ретроградная Венера Иногда Наводит Морок Будто Что-то Не так Когда На самом Деле Все Хорошо Прежде Чем При Ретроградной Венере Что-то Серьезно В жизни Изменить Убедитесь Что вы Трезво Оцениваете Реальное Положение Вещей Будет Разумно Поинтересоваться Мнением Надежного Человека Венера Старается Убедить Вас Принять Стабильность Пока Она Ретроградна Будет Очень Непросто Найти Компромисс Между Порывом Настоять На своем И понимание Что Следует Потерпеть Если Сумеете Настроиться На энергию Ретроградного Хода Венера То Вам По силам Станет Отличать Когда С удовольствием Действовать А когда Устраивать Себе Приятную Передышку Вы будете Точно Знать Когда Стоит Выложиться Чтобы Выполнить Работу А когда Лучше Сделать Паузу И Разочаровывать Не придется К симптомам Которые Появляются С приходом Ретроградной Венеры Относится Возникновение Ненужно Споров Кроме Того В этот Период Вы без Всякой Причины Раздраженно Реагируете На чужие Идеи Или Обвиняете В других Трудностях Которые Сами Создали То У вас Проблемы Если Вы затеваете Споры С другими Чтобы Просто Придать Остроты Вашей Жизни Вспомните Что Есть Способы Обойтись Без них И Лучше Это Направить Энергию На Плодотворные Занятия Получая От них Положительные Результаты Вы Успокоитесь И Ваш Характер Станет Ровнее И Сдержаннее Поговорив О своем Душевном Состоянии Или Просто Несколько Отстранившись От ситуации Вы Почувствуете Что И Эмоциональное Напряжение Спало В Ретрогранной Венере Таится Много Творческой Силы Которую Вы Можете Научиться Используя В своих Интересах Бывают Времена Когда Нужно Развивать Терпение Принимать Решение Основываясь На Анализе Намного Лучше Чем Всегда Позволять Рулить Импульсом Венера Планета Прочных Отношений И Чтобы Поддерживать В этих Отношениях Гармонию Будьте Готовы Не Только Слушать О Потребностях Своих Близких Но И Слышать Их Это Позволит Вам В Неретроградной Венеры Преодолеть Некоторые Напряжения Между Вами В принципе Я думаю Что с какой-то Стороны Может быть Похоже Что Венера Находится В Козероге Или Весы Олицетворяющие Седьмой Дом Отношений Говорят О том Что Сатурн В весах Находится В экзальтации Как раз Тема Прочности Отношений И Мне кажется Достаточно Похожа Может быть История Прочное Отношение По Сатурну В весах В седьмом Доме Или Венера В абстрактном Гороскопе В десятом Доме В Козероге Потому что Десятый Дом Это дом Еще Статус Совет Номер Пятнадцать Предпоследний Проявляйте Гибкость В отношениях В ретроградную Фазу Венера Может возникать Тенденция Держать Круговую Оборону И Придерживаться Жестких Представлений Если Вы будете Слишком Рьяно Обороняться То рискуете Оттолкнуть Ближайших Союзников Оставайтесь Как можно Более Открытыми Бояться Нечего Почему Вам так Необходимо Во что бы то ни Стало Цепляться За какую то Идею Вне Ретроградной Венеры Вы можете Быть Особенно Подозрительны К изменениям Похоже Это приходит Само собой И в некотором Смысле Вам в этот Период Лучше Ничего Круто Не менять Следует Проявлять Осторожность Когда речь Заходит О том Чтобы Открыться Чужим Мнением С ними Необязательно Соглашаться Но Если Вы получите Хороший Совет О ситуации Прислушаться Стоит Окупиться Поэтому Не бойтесь Экспериментировать И рассматривать Альтернативные Идеи Они тоже Могут Пригодиться Причем Так Как Вам И в голову Не приходило Ретроградная Венера Способна Принести Новую Неожиданность Позволив Всему Случиться Вы Окажетесь Счастливы Венера Связана С нашими Ценностями А также Пристрастиями И предупреждениями Возникает соблазн Крепче держаться За свои Излюбленные Субъективные Оценки В будущем Проявление Гибкости Обернется Для Вас Победой Что В свою Очередь Откроет Возможности Которые Вы Представить Себе Не могли Если Вы Под Ретроградной Венере Будете И дальше Как осел Упрямо Придерживаться Одного Направления То Упустите Возможность Натолкнуться На богатый Набор Иных Обстоятельств Там Перед Вами Может Открыться Новая Дружба Или Работа И если Вы не станете Упрямо Сопротивляться Новому Опыту Вашей Жизни Появится Больше Радости Поэтому Держите Глаза И уши Открытыми Хотя бы Слегка Для новых Возможностей Нет Ничего Плохого Чтобы Держаться За то Что Сработало Для Вас В прошлом Но Соединение Старого С новым Может Породить Более Обширные И полезные Возможности Считайте Это Волшебной Дверью Которая Просто Распахивается И приглашает Вас На чудесное Событие Совет Номер 16 Наживайте Социальный Капитал Вы же Не хотите Чувствовать Себя Полностью Лишен Поддержки Так Необходимо Вам В ретроградную Фазу Венеры В этот Период Наблюдается Тенденция Отстраниться От других Это Противоречит Призыву Венеры Формировать Тесные Дружественные Связи Другими Словами Вам Нужно Убедиться Что Вы Старательно Пытаетесь Наладить Полезные Поддержки Отношения Которые Обогатят Вашу Жизнь Если Вы Очень Общительны То И в самом Деле Не захотите Долго И часто Проводить Время В одиночестве Но Нет Ничего Плохого В том Чтобы Подзаряжать Батареи Время От Времени Давая Себе Небольшую Передышку Опять же Если Вы Намерены Расширить Возможности Объединив Силы С человеком Или Целой Группой Которые Хотят Помочь Вам Двигаться Вперед Тогда Ретроградная Венера Наиболее Подходящий Для этого Период Вы Вдруг Задумываетесь О том На кого Действительно Можете Рассчитывать Когда Придется Преодолевать Трудности Это Своеобразный Рефлекс Который Срабатывает При Ретроградной Венере Вы Можете Устроить Что-то Вроде Проверки На практике В определенный Временной Интервал И попытаться Заранее Определить Кто Подойдет На роль Пособника Чтобы Помочь Вам Справиться С конкретными Ситуациями Если Они Возникнут Другими Словами Вы Хотите Быть Хорошо Подготовленным К любой Задаче Где Бы И Когда Бы Она Не Возникла А Вот Чего Вы Не Хотите Так Это Думать Что Вы Никому Не Сможете Доверять Поскольку Такой Взгляд Против Вас И Сработает Ретроградная Венера Поможет Вам Найти Новых Союзников Может Родиться Дружба Которая Стимулирует Творческую Активность Оптимисты Которыми Вы Себя Окружаете Поднимают Вам Настроение Дают Уверенность Для Поисков Большего Изобилия Широкий Спектр Общественных Увеличивают Ваши Шансы На Успех Если Вы Будете Щитры К Людям То И Они Скорее Всего Оплатят Вам Тем же Так Наживается Социальный Капитал Который Реализуется Когда В этом Возникает Необходимость Будьте На Гребне Волн Венерянской Энергии Которая Поможет Вам Налаживать Отношения С Одними Людьми Чтобы Они Помогали Вам Создавать Крепкие Связи С Другими Возврат Венеры К прямому Движению Десси Энхрос Как Последствия Ее Ретроградности Когда Венера Завершит Шестинедельный Ретроградный Курс Вы Сможете Облегченно Выдохнуть Ваши Представления Об общественных Отношениях Начнет Принимать Более Естественный Ход Люди Станут Быстрее Воспринимать Ваши Идеи Вам Уже Не Придется С таким Упорством Объяснять Свои Желания И Антипатии Ваши Цели На будущее Покажутся Более Легкими Когда Вы Пытались Пережить Период Ретроградной Венеры Или Эти планы На будущее Станут Лучше Соответствовать Вашим Ценностям Весьма Уместен Был бы Небольшой Праздник Чтобы Отметить Свою Настойчивость И упорство Пока Венера Была Ретроградной Это Неплохая Идея Создать Что-нибудь Вроде Веселого Ритуала И проводить Его После Каждого Периода Ретроградной Венеры Можно Ходить Ваш Любимый Ресторан Или Собираться С близкими И дорогими Людьми Ритуал Не просто Для того Чтобы Отметить Конец Отрицательного Периода Но Больше Для того Чтобы Напомнить Себе Пора Идти Вперед Прогулявшись По Закоулкам Памяти Вы Возможно Особенно Поймете Что Стали Совершенно По-новому Понимать Некоторые Очень важные Отношения Колоссальное Влияние Ретроградной Венеры В результате Которого У вас Появился Новый Вгляд На самые Тесные Партнерские Связи Все еще Действует На ваш Ум Представление О ком-то Или чем-то Все еще Крутится У вас В голове Подобно Белью В сушильном Барабане Вам Кажется Что И другие Испытывают То же Самое Вполне Вероятно Просто Они Не Говорят Об этом Первые Дни Возврата Венеры К прямому Движению Вы еще Не очень Хорошо Представляете С чем Работает Ваш Ум Не Беспокойтесь Со Временем Все Прояснится И Обретет Смысл Такое Часто Случается Из-за Чувства Усталости К началу Директной Венеры При ее Переходе От Ретроградного Движения К прямому Нечто Похожее Испытывают Все То есть Конец Января Поэтому Постарайтесь Проявлять Максимум Терпения Со Своими Близкими Ведь Они И так Тоже Приспосабливаются К новой Силе Притяжения Венеры И в каком-то Смысле В этот Период Возврата Венеры К директности Пребывают Не в самом Приятном Состоянии Неопределенности Вы же Можете Оказаться Настолько Погруженными Собственное Возвращение К норме Что Упустите Изведу Что И с другими Людами С которыми Вы Сталкиваетесь На всех Этапах Своей Жизни Происходит То же Самое Возможно Это Не так Очевидно Но Будьте Уверены Каждый Пытается Переработать То Что Родилось В его Голове Вне Ретроградной Венеры И двигаться Вперед Вы Могли Без малейших Сомнений Промедления Двигаться К своим Целям Пока Венера Была Ретроградной Но Скорее Сего На каком То Уровне Пересмотрели Отношения Или То Что Цените В жизни Вполне Вероятно Что Вернувшись Венеры На прямой Курс Из Ретроградного Вы Вы Вынесете Какие Умения Или Знания Способные Работать На вас Чтобы Настроиться На эту Информацию Потребуется Некоторое Время Но Рано Или Поздно Вы Это Сделаете Поскольку Венера Очень Ориентирована На Людские Потребности Все Что Вы Успели Узнать Пока Она Была Ретроградной Вы Точно И Прочно Осознаете Общаясь С людьми Когда Вместе С Не Вернетесь Директности Первые Два Дня Ретроградной Фазы Могут Быть Несколько Дезориентирующими Ваш Ум И Тело Пытаются Синхронизировать Этот Энергетический Сдвиг Он Похож На Дезинхроноз После Долгого Путешествия В самолете Если Вам Хочется Притормозить Не Беспокойтесь Энергия Быстро Наполнит Вас Когда Вы Войдете В поток Прямого Движения Венера В начале Возврата Венера К нему Отдыхайте Больше Если Потребуется Если У вас Есть Проекты Или Задания Которые Предстоит Выполнить Не Стоит Себя Заставлять И Подгонять И Вы Быстрее Подстроитесь Директной Венере Другими Словами Меньше Тревожась Вы Скорее Встанете На Ноги Быстрее Перестроиться С ретроградной Венеры На Директную Поможет И Уверенность Что Вы Справляетесь С Обязанностями Будь то Дома Или на Работе Посодействуют Этому И Некоторые Упражнения Соединение Умственной Физической Нагрузки Настроит Ваш ум На Привычное Ведение Дел Невозможно Предсказать И Предусмотреть Свою Реакцию На Каждую Ретроградную Фазу Венеры Любую Оплошность Можно Исправить И важно Это Помнить Всегда Есть Вероятность Что При Ретроградной Венере Вы Испытываете Эту Несвободу Не Во Всех Областях Своей Жизни Если В этой Фазе У вас Возникали Проблемы С общением С определенными Людьми То Как Только Она Повернется К Директности Вы Уже Будете Совершенно Готовы К Любым Действиям На Социальном Уровне В Какие Ретроградные Фазы Венеры Ваша Энергия Будет Нарастать Все 6 Недель Готовы К Мощному Всплеску Когда Планета Возвновит Прямое Движение А в Иные Свои Ретроградные Фазы Венера Способна Перевернуть Вашу Жизнь С ног На Голову Возникнут Сложности В обросе Работы Финансах Или В взаимоотношениях Произойдут Изменения Которых Вы Не ждали Это Те Ретроградные Фазы Которые Незадолго Притормозят Ваш Порыв Двигаться Вперед Пока Вы Снова Не Освоитесь Когда Венера Вновь Пойдет Прямо Но Если Вы Сделаете Мудрый Выбор То Любую Неприятность Которой Столкнулись Дни Ретроградной Венеры Привратите В победу Нужно Лишь Сохранять Позитивность Мыслей И Обращаться За Поддержкой К самым Близким Людям Чтобы Атмосфера Живительной Энергии От Директа Венеры Привела Вас Способ Прочувствовать И Выразить Ретроградность Венеры Позитивный Умение Вести Переговоры Решительность Поиск Гармония В отношениях Уравновешенные Отношения Ясность Профессиональных И карьерных Целях Непоколебимая Уверенность Себе Негативный Чрезмерная Предупредительность Нерешительность Склонность Создавать Ненужные Конфликты Нереалистичные Ожидания Осутствие Чистолюбивых Устремлений Преувеличенное Стремление К чужому Одобрению Так Я думаю Что Возможно Завтра Я запишу Небольшое Видео Про тему Усправления Промахов В период Ретроградной Венеры Да Потому что Я уже Подустала И Надо Чувствовать Своё тело А тут Ещё Страничек Восемь Наверное Вот Так что Я думаю Что кто Предупреждён Тот вооружён В целом Тема отношений Тема Может быть Даже социальной Карьеры Реализации И тема Денежной Сферы Это те темы Которые Будут Максимально Важны И вот Эту Накопленную Энергию Которая С какой-то Стороны Может быть Очень Сильной Очень Важно Выплёскивать Какое-то Корректное Выражение Если мы Не выплёскиваем Через тело Если вот Есть эта энергия Творческая Не знаю Что делать Можно петь Банально Можно кричать Дома Если этого Не делать То можно Срываться На каких-то Людей Что в принципе Нежелательно Вот И Предлагаю Всем Прожить этот Период Максимально Благотворно Благостно Не наломать Дров А наоборот Прийти Каким-то Гармоничным Отношением С самим С собой Каким-то Гармоничным Отношением С окружающими Людьми С партнёром Если есть С супругом Не пилите Лучше Каким-то Творчеством Для себя Оставьте себе Какие-то Действительно Важные цели И Взвешивайте Их И Желаю Всем Хороших Выходных